Слава Богу, дорогая церковь! Во Второзаконии мы читаем такие слова, что «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, вот уже 40 лет по пустыне». И есть такой псалом, что «Милости Господни, вспоминай, считай все их, до единой в сердце повторяй». Я сегодня хотел бы свидетельствовать о той милости, которую Господь явил в моей жизни на протяжении всей моей жизни, от самого детства и до сего места. Мне хотелось бы рассказать о пяти таких моментах жизни, когда Господь хранил мою жизнь и сохранил меня до этого места. Я уже когда-то здесь свидетельствовал, когда я был маленький. То есть я немножко повторюсь, может, кого-то не было. Родился я, тогда это была еще не христианская семья, но моя мама, она уже посещала служение. И она дала обет Господу, что когда мне исполнится год, она отдаст свое сердце ему. Она так и сделала. Через девять месяцев в ее жизнь пришло первое испытание. Мы жили тогда в деревне, и оставалось два часа до Нового года. Мама сняла кастрюльку с кипятком, поставила на пол. У нас на дверях висели такие шторки, вы знаете, как в деревне вешают. Отец выходил на улицу, я очень сильно любил отца, я побежал за ним, зацепился за эту шторку, и левой рукой я упал в эту кастрюльку. Когда завезли меня в больницу, детскую распашонку вместе с кожей сняли как перчатку. Врач сказал, ну, я когда упал, у меня была реакция, как бы врач сказал, что если бы моя рука была бы чуть-чуть открыта, мне бы ампутировали пол руки. Когда завезли в больницу, вечером у меня поднялась температура, ну, это уже ночь была, и моя мама, она была в таком шоковом состоянии, она даже этого не замечала, и Господь просто взял женщину рядом, которая была, и сказал, ну, эта женщина сказала, она мою маму женщина, смотрите, ваш ребенок сгорает от температуры. Тогда пришел врач, и меня целую ночь растирали спиртом, я остался жить. Дальше началось лечение, вы знаете, полгода моя мама, она была как в тюрьме, потому что у меня по организму пошли всякие сыпи, раздражения, врачи просто не знали, как лечить, что делать. Рука моя не заживала, кровь постоянно сочилась. Я не буду просто рассказывать о перевязках, какие делали в то время, просто немножко скажу так, что по-живому просто отдирали бинта от кожи. Вот такое вот было. И когда уже врачи просто не знали, что делать, они сказали, что будем везти в Минск, в какую-то клинику. Знаете, моя бабушка была верующей, и она просто маме сказала так, что если ты туда с ним поедешь, живым он оттуда не вернется. Я не знаю, почему она так сказала, но мою маму под расписку забрали, стали молиться в церкви. Рука моя стала заживать, кровь перестала сочиться, и слава Богу, все же зажило и работает. Слава Господу. Когда мне было примерно лет 10-11, мы уже жили в городе, и у нас во дворе было очень много деревьев, и тогда не было ни телефонов, ни компьютеров. И, естественно, мы все бегали где-то на улице, и вот мы как мальчишки лазали по этим деревьям. И вот однажды, так вот играя на дереве, я решил спрыгнуть, там было где-то метра полтора высоты, но я не заметил, что вокруг моей шеи обернулся шпагат. И один конец этого шпагата, он был привязан к дереву, а второй конец он запутался в ветвях. И знаете, я когда спрыгнул, у меня остался просто ободок вот такой вот, ну, вокруг шеи кровяной. И спустя годы, братья и сестры, анализируя эту ситуацию, я понял, что Господь сохранил мою жизнь, потому что если бы этот шпагат немножко по-другому перекрутился, то я бы или повис на этом дереве, или мне просто бы перерезало вены, и я просто бы истёк крови. Но слава Богу, что Господь и вел милость, и ещё раз мне сохранил жизнь. Время шло, я, конечно, вырос, и меня забрали в армию. Когда я служил в армии, я был дежурный электромонтёр батальона, и на мне как бы была вся эта ответственность за электрохозяйство. Без меня никто не имел права в щитки лазать, подключать, отключать. И вот однажды я ремонтировал электропроводку в расположении части, и мне пришли, сказали, что нужно идти срочно подключить сварочный аппарат, 380 вольт. И вы знаете, я как-то так побежал, чтобы быстрее как бы сделать. И вы знаете, как-то в подсознании оно всё равно остаётся, что без меня же никто как бы не имел туда лезть. И вы знаете, я как бы так, чтобы быстрее было, открыл щит, взял провода, и чтобы быстрее так замотать на предохранители, чтобы мы могли как бы варить. И вы знаете, я помню, что мне оставалось примерно сантиметра три до предохранителей. Я почувствовал, как будто как невидимая стена. Она меня остановила в этот момент. Я увидел, что идёт какой-то другой кабель, которого я не подключал. И потом я увидел, что рубильник был включен. То есть я не знаю, что бы со мной было бы, но две фазы и на землю, наверное, бы меня здесь сегодня не стояло. Господь опять девил мне милость. Когда я пришёл с армии, вопрос стал как бы с работы. Я молился, говорю, господи, мне нужна работа. И вот я приехал в Минск на одну фирму работать. Я тогда работал ещё в бригаде с родственниками, с моим дядей. И вот однажды, работая на здании, мы делали вентилируемый фасад и занимались утеплением, работая примерно на лесах, на высоте примерно пятого этажа. В очередной раз мы просто шли и несли утеплитель вот такой вот, чтобы приклеить его к стене, как сейчас утепляют такие зелёные минеральные плиты. И я и шёл так задом. И получается, я проваливаюсь одной ногой между настилом, рукой успеваю схватиться, и мой дядя меня за одежду схватил. Когда я посмотрел вниз, то на лесах до самого низа в этом месте не было настила, было сплошной пролёт, где не было настила. И когда я спустился, я специально ещё посмотрел, на низу там лежали всякие перемычки, арматура торчала. То есть если бы я упал бы, то я в любом случае не выжил. И знаете, я как бы даже, может, не особо обратил на это внимание. Это была где-то среда, но когда я в субботу позвонил маме, она мне говорит, что у вас случилось. Я говорю, ничего. Ну, я особо ей не рассказывал такое. Она говорит, как ничего, у вас кто-то должен был упасть с высоты. Говорит, Господь поднял одну сестру ночью и сказал, молись, потому что у них кто-то упадёт с высоты. Я говорю, мам, это я. И вот, братья и сёстры, Господь ещё раз себе утонилась в моей жизни. И последнее, то, что хотелось бы ещё рассказать. Я думаю, вы видели, что в прошлом году весной я ходил с заклеенным глазом. Я работал на фирме, и мы работали на одном объекте, занимались демонтажом перегородок. И вот однажды демонтирую одну перегородку. Это был угол такой. Там трубы канализационные были обложены газосиликатными блоками двадцаткой, которые были оклеены плиткой. Ну, я стоял на козлике, и кувалда разбивала там. И вот однажды я просто замахнулся к кувалдой, ударил, и потом я почувствовал как бы такой толчок. Я соскочил с козлика, такой козлик был деревянный, и сразу увидел. Я был в каске, в очках защитных, у меня потекла кровь. Но братья и сестры, потом ребята, которые говорили, говорят, как так могло быть, что там, где ты стоял, этот козлик полностью был переломан, потому что там кусок такой, наверное, килограмм под 60-80, примерно где-то с 4 метров высоты, он отломался и упал. А я всего лишь почувствовал такой толчок. Слава Богу, там рядом была больница, меня завезли, сразу зашили. Но опять же, дорогие церкви, анализируя эту ситуацию, я просто понял, что если бы я хотя бы чуть-чуть был повернут в одну сторону, я бы остался без глаза. Если бы я был повернут в другую сторону, мне бы просто распорол висок. Поэтому слава Богу, что Господь сохранил меня.